Эта автодорога ведет в Зайцевую речку. Именно по ней в поселок доставляют всю необходимую продукцию. Совсем скоро начнется период распутицы. Переправа на некоторое время будет закрыта, а это значит, что все магазины должны быть к этому полностью готовы. Для местных предпринимателей распутица – дело привычное. Всего в Зайцевой речке 4 магазина. И в каждом продуктовых и промышленных товаров на сегодняшний день достаточно. Мы всегда заранее завозим весь ассортимент, который есть. Значит, первые необходимости – это сахар, мука, масло, спички. Это самое первое. Ажиотажа никогда не было и нет. Даже в период распутицы люди знают, что мы завозим всегда в большом объеме. Ну и, естественно, мы сотрудничаем с переправой. Они заранее нас предупреждают, что когда будет закрываться переправа, мы заранее все это закупаем. Для контроля за изменением цен специалисты администрации поселения регулярно отправляются в рейды. Следят за тем, чтобы не было необоснованного завышения стоимости товаров. В целях выполнения рекомендаций муниципального оперативного штаба также ежедневно проверяем, сейчас и держим на контроле цены в наших магазинах. Мы уже проводили совместное совещание с предпринимателями о том, чтобы цены держались на уровне допустимых, так сказать, показателей. Мы не только мониторим ежедневно цены, но также эту информацию предоставляем в отдел цен администрации Нижневартовского района. В таких населенных пунктах, как были на Ивампугал, на период распутицы жители обычно сами формируют собственные продуктовые запасы. Пока зимняя дорога в этих направлениях действует, а значит, при необходимости нужные товары и продукты доставят в кратчайшие сроки. Константин Щуров, Сергей Максимчук, телевидение Нижневартовского района, Зайцевая речка. Специально для Югра-24.